Почта прислала картины Луи Давида. А Луи Давид – это неоклассицизм во Франции. Классицизм – вещь сомнительная, а второй раз возрожденный сомнительный классицизм – это вроде как еще хуже. Но я посмотрел на эти картины, какое мне сложилось впечатление, что Луи Давид – это не картины, а недоразумения. Кроме Марата, которого убили, который, так сказать, держит в руке еще перо, в одной руке, в другой руке бумагу, которую он писал, революционную. Кроме его автопортрета и кроме портрета некоторых дам. Вот такое у меня эссе, что это не картины, а недоразумения, кроме Марата, автопортрета и дам. Отец у него был коммерсант. Этим все сказано. У него все пронизано дальней мыслью продать все это, продажностью. И поэтому ничто никуда не годится, потому что в искусстве ничего скрыть нельзя. Все сразу становится очевидным. И поэтому все так театрально, и слащаво, и напыщено, и неубедительно. Ну, кроме автопортрета. Ему некому было продавать его, и здесь сама искренность. И никакой угодливой фальши вот этого расхожего товара, который портит искусство. И портреты дам, лучших жанровых сюжетов, которые он пишет, они тоже, правда, неприятно напоминают нашего Шилова, но все же милее. Он все-таки любил своих персонажей, кроме того, что любил их за то, что они деньги платили за портреты. Он все-таки этих дам разглядывал с неким наслаждением. Это чувствуется в портретах. А Шилов разглядывает дам с отвращением. Робеспьер и его смерть производят впечатление. Хотя возникает вопрос. Откуда эта надпись на ящике, на котором стоит свеча? Такая надпись торжественная, как будто бы это надпись на могильной плите. Откуда она взялась? Он что, сам ее предварительно написал, а потом попросил себя убить? Или это благородное чувство в убийцах заговорило, и они написали всю трогательную надпись, как на могильном камне? Да, вот так начинаешь приглядываться в картине. И слишком поза, пожалуй, выразительная, театральная. И стала быть убедительность трагедией, которая вначале захватывает тебя, как зрителя, начинает улетучиваться, 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 как аромат вина из бокала. Постепенно и верно. Или Наполеон на лошади. Но не веришь ни в холмы, ни в лошадь, и ни в эти штанишки на Наполеоне. Ну невозможно в парадном костюмчике так вздыбливать опасную лошадь в снежных горах. Театр помпезный и славчавый и лживый. Приходится повторять и повторять. С падением диктатора художник бежит в Бельгию. И жалко, что он не писал там автопортрет. А не единственное, что ему удавалось. Удивленное лицо смотрит на нас в недоумении. Что за мир, в котором мы живем, и как в нем жить? Правда, Ван Гог или Врубель задавались вопросами более интересными. И отвечали на них более ярко. И главное, честнее. Но все равно, то, что он искренне задавался вопросом, что за мир, и как в нем жить. Делать этот портрет его, автопортрет его, совершенно замечательная картина. Мне она очень понравилась. Поэтому, говорю, жалко, что он в Бельгии не занялся одними автопортретами. Автор публикации мне написала. Не все, что пишется на картинах, правда и в точности несоответствует действительности. Так было и так будет. Даже на фото мы стараемся выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Главное, что чувствуется эпоха и настроение. Приятного вам дня. Спасибо за комментарий. Я по этому поводу написал ответ, который можно назвать так. Правда и неправда в искусстве. Или возвышенная неправда – это правда, помноженная на искусство. Ну вот, дыма так много, что хоть топор вешает. Неправда, но яркий, глубокий образ, гротеск, преувеличение существующего явления. Рисовать точно это вульгарно, говорит Ци Больши. Опять свободное искажение форм. Есть неправда, но внешняя. Но ради правды внутренней. То есть искажение есть комментарии художника к реальности. Вот бунт Пугачева. Это ужасы с сажанием на кол стариков и старух с детьми. Но Пушкин опустил. В своей повести «Капитанская дочка» все эти ужасы. И получается, что он не всю правду сказал. То есть он соврал или сказал неправду. Нет. Все-таки это будет ошибкой. Думать, что он неправду изобразил. Он дает столько ужасов, чтобы не сломать человека. А наоборот, возродить его к жизни проправедной. Это более высокая правда. Но неправда Давида идет от низменных чувств угодить тирану. Возвысить его в глазах потомков. Вспоминается, что Бетховен вычеркнул посвящение ему симфонии Бонапарту. Как только узнал, что он прогласил себя императором. И предал идеи свободы. То есть есть низменная неправда и возвышенная неправда. Но возвышенная неправда – это правда, но помноженная на искусство. И в связи с этим вспоминаются проблемы с соцреализмом. Это же тоже неправда. Это как бы лакирование действительности. И, казалось бы, что плохого? При украшении действительности прекрасно. Потому что роль искусства в том, чтобы вызывать ощущение любви к жизни. Но смотрю, что делать прекрасно. Если делать дядю Степу прекрасно, который арестовывает граждан и допрашивает их в подвалах. И стреляет им в затылок. Что делали? Все органы репрессивные наши, ГПО и милиция. То это уже такое лакирование действительности, фальшивое. Что такое украшение действительности, оно только вред приносит в какой-то мере. Больше, чем пользу. А вот в великом искусстве, как у Пушкина, это у нас возвышающий обман. А в гносном социализме, блокировании действительности был нас унижающий обман. Изображение счастья народа, которым как невинных стреляли в тюрьмах и пытали. А счастливы были лишь номенклатурные чиновники, то есть высшие чины ГПСС, Коммунистической партии Советского Союза. Но счастливы были тайно за заборами своих дач. И получая тайно от народа, спецпайки в закрытых от народа магазинах. У меня вот знакомые жили на улице, где раздавались пайки в спецмагазинах. Я часто, приходя в гости, видел, иду по улице, там вся эта табличка. Здесь жил Ворошилов, здесь жил там еще кто-то. А на другой стороне, в подворотне, виделся двор, и оттуда шли люди с авоськами, с портфелями. В общем, туда ходили они и там получали какие-то вот по карточкам каким-то своим номенклатурным товары. А народ в это время видел в магазинах, открытых для народа, лишь пустые прилавки. Так что соцреализм нас унижающий, обман. Я вот опять вспоминаю свой случай. Меня однажды знакомые послали купить мясо. Ну, выйти из дома, буквально 20 метров пройти, купить мясо. Я прихожу, а там на прилавках лежит в небольшом магазине 12 протвеней алюминиевых. И там огромный кусок сала белеет. Маленький кусочек мяса и большой кусочек кости. И так все искусно порезаны были все куски. Это большое мастерство. Ну, я знаю, что с заднего хода магазина в свертках уносили люди, знакомые с директором магазина, что-то. То есть, воровали у народа хорошее мясо. Но я же этого лично не видел. Свидетелей у меня нет. Поэтому я брал книгу предложений, жалоб и предложений и писал предложение. Я писал, что, вероятно, мясник неправильно режет мясо. Столько-то, там, 95% сала, 3% мяса и 2% кость. И когда я закончил писать свое предложение, чтобы мясник резал как-то иначе все это, то я видел, что директор магазина подошел ко мне, заглянул за плечо, ни слова не говоря ушел. Черниска минут раздался какой-то небольшой шорох металлический и стали выносить подносы и раскладывать на витринах настоящее мясо. А директор подошел ко мне и говорит, что вы интересный человек, я хотел бы с вами дружить, приходите, будем всегда вам рады. Так что пустые прилавки были на самом деле, а художники рисовали как необыкновенный выбор всяких разносолов и разных сортов мяса. Это был не возвышающий нас обман, а унижающий народ обман. Народ обман. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok